Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отец Игорь принес с собой эту культуру на историческую родину В духовной жизни Челябинска и Челябинской области Отец Игорь Марков оставил яркий след Он успел послужить не только в областном центре Но и в Катаф-Ивановске, в Аше На святочной неделе в Успенском храме Челябинска Прихожане почтили память своего первого настоятеля Прошло пять лет, как отца Игоря нет с нами Стало известно, что патриарх Алексий I Свободно дает приходы тем клирикам, которые возвращаются в Советский Союз И в сентябре 1955 года Диагон Игорь Марков со своей семьей С группой еще других священнослужителей Возвращается на родину, на которой он до этого никогда не был И в октябре получает назначение в Ставропольскую епархию Еще на границе стало ясно Историческая родина встречает своих пастырей не слишком покриветливо Наверняка даже их многое шокировало в Советском Союзе Начиная с пересечения границы Когда их подвергли унизительному обыску Когда у Татьяны, малолетней дочери отца Игоря Отобрали штецинские открытки красивые Между тем отъезд оказался своевременным На православное духовенство и верующих в Китае Обрушились жестокие гонения Многие приняли мученическую смерть В 1966 году хунвейбины сожгли Николаевский собор в Харбине Где служил ранее отец Игорь В Ставропольской епархии отец Игорь получил назначение в город Невинномыск Он рассказывал, что испытал шок Когда увидел на вокзале в Невинномыске Двух странно одетых людей В какой-то солдатской шинели один Вот из них был То есть настоятель и второй священник Того прихода, где он должен был служить Он с юмором смотрел на советскую действительность И рассказывал, когда они переехали в Ставрополь Их привезли туда, интернировали из Китая То духовенство в нашей церкви Получило команду Как бы подглядывать за собратьями, прибывшими из Китая И вот настолько все это было воспринято с юмором Без осуждения И в итоге действительно оказалось, что их так и называли Китайцы Вот это наименование, оно ушло вместе с ними После трехмиллионного Харбина Города дореволюционной русской культуры Провинциальный Невинномыск С молитвенным домом из Самана Производил удручающее впечатление Ветреный климат также не способствовал укоренению семьи Марковых на Ставрополь Петр Федорович буквально не покидал больницы Отец Игорь стал хлопотать о переводе в другую епархию Отец Игорь Марков В моих воспоминаниях Представил их представить прежде всего как старец молитвы Что в нем приятно поразило Это желание Не быть в центре И вот однажды я приехал на исповедь И задал такой вопрос Отец Игорь, возможно я у вас буду исповедоваться Он сказал, что да И с этого момента В течение Шести лет До его смерти Я постоянно ездил к нему на исповедь Безусловно Меня в нем удивляло то, что Насколько он Внимательно Меня исповедовал И давал духовные советы Но наверное еще самое главное то Сколько в нем было любви И та любовь, которая в нем была Она действительно была всеобъемлющей Потому что после чтения молитв На душе становилось легче Я от него уходил Подчас другим человеком Я осознал то, что действительно у него Большая духовная сила Большой опыт Поскольку он много очень пережил И гонения, и искушения, и бед Сложно у него была жизнь Но вот дух, который он себе нес Этот могучий дух Любви Христовой Он не массовался до конца Его дней В октябре 1956 года Игорь Марков с семьей переезжает в Уфу Здесь он будет рукоположен В священнический сан Здесь, в башкирской земле Упокоятся его родители И здесь отец Игорь столкнется С настоящими гонениями Уфа Стерлитамак Ишимбай Раевка Бирск В конце 50-х годов В 59-м году, если говорить точнее Начались так называемые Хрущевские гонения на церковь Стали в массовом порядке По решению местных органов власти Загрываться храмы и монастыри Многие священнослужители Испытывали давление Их принуждали отречься от сана Обещали даже те или иные бонусы Социальные за это За время хрущевских гонений Количество действующих храмов В Уфимской епархии Сократилось с 43 до 17 В Челябинской с 40 до 15 В отношении священнослужителей Была развязана настоящая травля В Уфе отец Игорь столкнулся Со многими подобными явлениями На него писали фельетоны в газетах Был такой жанр Вот и как раз В конце 50-х Первой половине 60-х годов Антицерковный фельетон Переживает свой рассвет Кроме того Служа в городе Бирске Он едва не попал в тюрьму Однажды Из близлежащего колхоза Принесли крестить ребенка Родители Через какое-то время Младенец Он изначально был болен Родился с какими-то патологиями Умер Так вот Время было такое Что власти решили использовать Этот факт Для того, чтобы опорочить Отца Игоря В прокуратуре завели дело И начали расследование С целью доказать Что он утопил этого младенца Во время крещения Священнику удалось доказать Свою невиновность А вот отец Иоанн Щербатов Из Магнитогорска По аналогичному навету Получил тюремный срок И умер в заключении В то же время Отцу Игорю Маркову Предлагали снять сан Обещали за это квартиру И хорошую работу Обычным делом Были доносы Со стороны церковных старост Назначаемых государством С целью присмотра И контроля за деятельностью Священнослужителей На одном из приходов В Уфимской епархии Отец Игорь служил И от храма Отвалился Значительный кусок штукатурки И отец Игорь ночью С прихожанами Тайком замазали Раствором это место И забелили Староста Все же узнала об этом Позвонила в Уфу И приехал Уполномоченный Расследовал это дело Но на первый раз простил Хотя уполномоченный Не мог даже Отнять регистрацию То есть Без справки О том что ты взят На регистрационный учет Священник не мог служить Даже если Правящий архиерей Назначал На какой-то приход Но указа Архиерейского В те времена Было недостаточно Тем приятнее было Услышать отцу Игорю Человечное слово От старосты Когда состоялся Его переход В Челябинскую епархию В Челябинскую епархию Отец Игорь был переведен В 1973 году Он получил приход В городе Катаф-Ивановске В Катаф-Ивановске Впервые он Столкнулся с хорошей Старостой Анастасией Григорьевной Кустовой Она Называла его Кормильцем Сказала Батюшка Вы наш кормилец К тому времени Отец Игорь Уже был возведен В Сан-Партеерея Молитвенный дом В Катаф-Ивановске Представлял собой Два обыкновенных дома Соединенных между собой Престол был освящен В честь Казанской иконы Божьей Матери Приход был большой Охватывал всю Горнозаводскую зону Местом постоянного Жительства Отца Игоря Был Челябинск А в Катаф-Ивановск Он приезжал на службы Его городскую квартиру Неоднократно грабили А сам священник Подвергался Разбойному нападению Один раз Значит он Вернулся домой На лестничной площадке Немножко выше Чем его квартира Состоял Какой-то молодой человек Он не обратил На это особого внимания Своим ключом Открыл дверь А тот сбежал Значит Втолкнул его в квартиру И В общем избил И ограбил Отец Игорь после этого Лежал в больнице В преддверии Пасхи В молитвном доме В Катаф-Ивановске Неожиданно начался пожар Отец Игорь вошел В задымленный алтарь Горящего храма И вынес антименс И святые дары Здание было Обезображено пожаром До неузнаваемости Однако трудами прихожан За несколько дней Храм удалось отремонтировать И провести Пасхальную службу В обновленном помещении В период перестройки Государство Начало смягчать Свою политику По отношению К религии Церкви и верующим И В 1988 году В год Точлетия Крещения Руси В Челябинской области Открылось Впервые за много лет Два новых Православных прихода В Карталах И Ваше Приход Ваше Открывал Вот отец Игорь Марков И полгода Он служил В этом городе А затем Появилась возможность Он Дорвался на свое Прежнее место В Катаф-Ивановске И в Катаф-Ивановске Он служил До 1993 года А потом Отец Игорь Был переведен В Челябинск Где и прошли Последние годы Его жизни Затем В ноябре 1993 года Епископ Челябинский Георгий Назначил Отца Игоря Настоятелем Строящегося храма На Цинковом Кладбище Храм Был освящен В октябре 1994 года В честь Успения Пресвятой Богородицы Настоятелем Этого храма Протерей Игорь Марков Оставался вплоть до своего выхода за штат В 2004 году Но и тогда Он сохранил звание Почетного настоятеля Особо следует сказать О наградах Отца Игоря В 1989 году Он был награжден Митрой В 1996 Правом служения Божественной Литургии С открытыми царскими вратами До Отче наш В 2000 году Он получил Церковный орден Святого Благоверного Князя Даниила Московского И Государственный орден Знак Почета 12 января 2007 года На 83 году Отец Игорь Марков Ушел из жизни Мы знаем о том Что Многие подвижники Благочестия Они знали Дату своей кончины И вот Однажды С другим священником Отцом Сергеем Настоятелем храма На ЧТЗ Мы приехали к нему вечером Он лежал уже Ничего не говорил В полу забыти И затем Проснувшись И придя в себя Он сказал такие Замечательные слова Завтра утром не умру И действительно На следующий день Его не стало О блаженном успении Вечный покой Подашь Господу И усопшему Рабу Твоему Приснаном Ипоминаемому Протерея Игорю И сотвори ему Вечную память Вечная память Вечная память Вечная память На этом Мы прощаемся С вами Дорогие братья и сестры Всего вам самого доброго Храни вас Господь Редактор субтитров А.Семкин